Приветствую всех, кто звонил ко мне на канал, снимаю видео о пустых баночках бытовой химии за декабрь месяца уходящего 23 года. Под набежалой, конечно, хотелось бы от всего этого побыстрее избавиться в этом году, да, но вот, к сожалению, что касается пустышек косметических, то, скорее всего, они останутся, да, до следующего года, потому что, ну, просто физически чувствую, что не успеваю снять. Да, и заранее мне хочется извиниться за свои руки, потому что буквально сегодня закончила генеральную уборку на кухне и несколько их успела повредить, хотя работаю я в перчатках, но нет-нет, да, что-то просочится и вот вижу и чувствую какие-то покраснения, трещинки и так далее. В общем, бог с ними с руками, вернемся к теме ролика, начиная, как всегда, со средств для стирки. Подходит у меня практически к концу порошок Перос, автоматик Калор, это турецкое производство, первый мой турецкий порошок, который я пробую, 3 килограмма вес, во-первых, порадовал, скажем так, своими органолептическими свойствами, крупно гранулированный в своем составе, имеет большое количество различных цветных включений, там какие-то и фиолетовые, и розовые, и красные, и зеленые, в общем, чего только нет, их прям много. И также он имеет довольно интенсивный и яркий и приятный аромат, цветочное, где-то даже, на мой взгляд, парфюмированное. Но вот, к сожалению, что касается конечного итога в плане аромата, да, то здесь ничего не остается. Но, с другой стороны, по-моему, это плюс, потому что получается, что порошок хорошо выполаскивается. Отстирывающие свойства. Сразу отмечу, что здесь есть, в общем, пометка до 50 градусов. Мне кажется, это потому, что вообще цветное белье рекомендуется стирать именно в этом диапазоне, чтобы оно не полиняло, не было изменений цвета. Я же с ним пробовала стирать и при 60, и при 95 градусах. Пожалуйста, те же комплекты постельного белья, полотенец и никаких нареканий у меня особо нет. Так вот, для кого этот порошок? Если вы привыкли добавлять в процессе стирки какие-либо усилители, там, ваниш, перкарбонат, предварительно замачивать белье, либо же в кислородном отбеливателе, либо в хлорном, предварительно застирывать сильные загрязнения, там, те же засалившиеся манжеты, воротнички, там, используя тоже хозяйственное мыло, либо же вот корейское мыло очень неплохо в этом плане работает, то тогда у вас с этим порошком вообще никаких проблем не будет. У меня не было, пока я не решила провести чистый эксперимент. Я взяла сильно загрязненную куртку-рубашку мужа, это два в одном. Загрязнение было такого характера, в общем, он терся об машину неоднократно. И вот эта вся грязь, которая летит с асфальта на машину, переместилась к нему на куртку. Поставила при температуре 40 градусов режим, с предварительной стиркой, в плане дозировки тоже все постаралась соблюсти, и в конечном итоге не отстиралась. Какая-то грязь все равно осталась, мне пришлось перестирывать, там я добавила буквально одну мерную ложечку, а может быть, даже меньше перкарбоната, и как бы все ушло на ура. Так вот, какие выводы? Ну, аналогом персила он для меня явно не стал. Я бы отнесла его к когорте таких порошков, как Лоск, Бимакс. Сказать, что я больше никогда его не буду приобретать, нет, не скажу. Если будет по хорошей акции, по хорошей цене, мне кажется, здесь вообще грех жаловаться. У меня обошелся в 175 рублей за 3 килограмма. Считаю, что это отлично. Правда, это был Насбер Мегамаркет с применением купонов, бонусов и так далее. Но все равно недорого. Так вот, примерно по такой цене, ну где-то 250 рублей, да, я его к покупке буду рассматривать. Тем более, я вот эти все танцы с бубнами люблю. Замачивать, застирывать предварительно, там, опробовать какие-то новые отбеливатели и пятновыводители и так далее. Вот, если вы всего этого не любите и вам вот нужен засыпок, порошок и сразу результат, то подумайте, нужен ли он вам. Гель для стирки и снова турецкое производство, но уже другая компания ABC. Полтора литра, опять же, для цветного белья. Достаточно жидкий, белесый, с приятным, но тихим ароматом цветов. Крышечку неудобно использовать в качестве дозатора. Сейчас вам покажу, почему. Да, вот сюда может заливаться, потом все это стекать по горлышку и приходится постоянно бутылку промывать, либо же обтирать. Кондиционирующие свойства слабенькие, максимум на четверку. Аромат на белье практически не остается, что-то там тихо-тихо, когда его выгружаешь. Но в процессе сушки этот аромат улетучивается в неизвестном направлении. Что до свойств отстирывающих? Освежить домашний текстиль замечательно. Несильно загрязненную одежду повседневной носки тоже неплохо. Если же сильное загрязнение, то здесь такая же история, как с нашим предыдущим турецким товарищем. Нужно что-то дополнительно либо же застирывать, либо замачивать, либо же добавлять непосредственно в процессе стирки. Поэтому и выводы будут такие же. По хорошей цене, по-моему, я этот флакон приобретала рублей за 250. За 250 к покупке рассматриваю. Дороже, ну до 300 максимум. Дороже нет. Капсула для стирки. Ну, здесь такая классика жанра. Неоднократно обласканные мной капсулы Персил. Power Cups Color Compact. Здесь у них было 10 штук. Мне кажется, прекрасно во всех отношениях. Прекрасные отстирывающие свойства. Мне муж приносил комплекты одежды с работы. Они были очень сильно загрязненные. Забросил, забросил эту капсулу. Все прекрасно отходит, отстирывается. Более того, прекрасные дезодорирующие свойства. Правда, да, кому-то может не понравиться, что аромат очень насыщенный. Где-то даже рисковат. Но мне, повторюсь, наоборот. Это в этих капсулах нравится. Что еще добавить? Добавить уже, наверное, даже и нечего. Неоднократно я про них говорила. Да, кондиционирующие свойства. Ну, не очень, да. Но мне, если было принципиально, чтобы белье было мягкое, я добавляла прочный уксус. И таким образом эту проблему убирала. Поэтому приобретала и буду приобретать впредь, когда буду встречать по акциям. И очень надеюсь, что нынешние владельцы компании никоим образом качество стирки данного продукта не испортят. Кондиционеры и ополасыватель. Давайте начнем с турецкого. Опять же, Predex. Морской аромат Ocean Breeze. Объем 1000 мл. Он был достаточно жидкий. С очень таким приятным молочным голубым цветом. Аромат. Действительно морской. Я бы даже сказала, это акватический парфюм. Были солноватые нотки, были свежие нотки, были минеральные нотки. В общем, из флакона звучит очень интересно. Также я хочу отметить флакон в плане удобства. Во-первых, и пластик плотный, и ручка есть, и крышечку использовать как дозатор тоже удобно. Но вот что касается кондиционирующих свойств, здесь ему похвастаться нечем. Либо 3, либо 4 балла из 5. Это максимум, что могу ему поставить, потому что порой приходилось прям белье отпаривать. Оно было настолько жестким. А вот аромат интересный, интересно раскрывался. Происходила такая метаморфоза с ним в процессе применения. И из морского он переходил в какой-то такой фужерный. Появлялись какие-то зеленые ноты, мшистые ноты. Но стихает достаточно быстро. После того, как погладили, от аромата практически не остается и следа. Поэтому, если брать турецкие ополаскиватели, я здесь скорее посоветую сиолеона. Там вот и аромат приятный, и белье хорошо смягчается. Здесь нет. Это просто мне интересно, как экспериментатору. Наблюдать за ним, наблюдать за ароматом, его метаморфозами. Вот и все. А так, если вы за качество и стабильность, то если пройдете мимо, ничего не потеряете. Матрешка. Наш кубанский бренд. Кондиционер для белья с ароматом «Южная ночь». Очень романтично. Объем 1100 мл. Здесь также весьма удобный флакончик и удобная крышечка. Сам кондиционер достаточно густой. Из флакона аромат очень приятный, насыщенный. Чувствуется такое разнотравие, цветы. Так пахли некоторые кусочки мыла, которые я привозила из Крыма. Но кондиционирующие свойства примерно на уровне «Предакс». Может быть, чуть получше. Во-первых. Во-вторых, аромат какой-то он очень слабый. Я, чтобы порой насытить, наливала большое количество средства, тогда еще более-менее что-то ощущалось. А если там не полную кювету наливать, то и практически ничего не чувствуется. Поэтому, если брать сравнение с лавандой и розой, той же матрешки, то, на мой взгляд, она гораздо интереснее. Она и звучит интенсивнее, и на белье остается подольше. А здесь, к сожалению, из флакона мне понравилось. А вот то, что на выходе, как-то и не очень. Ну и еще один кондиционер – это «Рефлект». С ароматом эвкалипта, объемом 750 мл. Здесь у нас на этикетке «Австралия». Обольщаться не стоит. Это наше производство, Подмосковье, просто под их контролем, как здесь написано. Достаточно жидкий, мутный. По аромату – это прям по стилке от горла. Ну, например, тот же «Стрепсел» с «Ментол» и «Эвкалипт». Пробовала на белье. Кондиционирующие свойства. Есть чему придраться. Я не скажу, что белье достаточно мягкое. Да и аромат на нем слышится довольно спорный. Но если вам требуется что-то с дезодорирующими свойствами, например, для одежды, которую вы носите в спортзал. Либо же обувь. Я довольно часто стираю кроссовки сына и мужа. Здесь просто замечательно. Прекрасно любые запахи выбивает. Я не думаю, что скрывает. Потому что это именно запах чистоты. Остается такой тонкий и приятный «Ментол». Вот в этом плане я считаю, что замечательная. И если встречу еще по акции, то обязательно повторю. Средства для мытья посуды. Ну, для начала посудомоечная машина. Поставила я в использовании капсулы «Ферри Платинум Плюс». Все в одном с ароматом «Свежесть трав». 70 капсул. Конечно, я еще этот пакет не закончила. Я не знаю, здесь месяца на два точно. А то может быть и больше. Я просто пересыпала в более удобный контейнер. Могу вам его продемонстрировать. Это финиш «Пауэрболл Квантум». А то он просто удобный. И давайте сразу вам продемонстрирую капсулу. Они не очень большие. С одной стороны, конечно же, порошок. Ну, а с другой три геля. Красный, зеленый и голубой. Это замечательно. Совершенно не к чему придраться. Я сразу почувствовала разницу. Тем более, мои последние продукты. Это тот же порошок «Финиш». Что там еще какие-то таблетки были не очень удачные. Ничего вообще не перемываю. Посуда блестит. Никакого налета на стеклянной посуде нет. Представляете, вот прошлый мой продукт. Вот этот порошок «Финиш». Он мне давал такой налет на стеклянной посуде, что я пыталась вот сейчас во время уборки вручную жесткими губками его убирать. И то я все до конца не смогла убрать. Настолько ужасный продукт. Ну, мы не об ужасном, мы о прекрасном. Действительно, все замечательно. Тонкий, приятный, нехимозный аромат. Такой травянистый остается в посудомоечной машине. Да, собственно, у «Фэри», да, любую линейку, какую ни возьми, даже самую бюджетную, она прекрасно работает. Так что для меня сейчас «Фэри» в плане средств для посудомоечной машины это номер один. Однозначно могу советовать. Считаю, что мне очень повезло купить его по красной цене. Ну, здесь вы видите 883 рубля. На самом деле он обошелся мне еще дешевле. 400, насколько я помню, 80 рублей. За 70 капсул это просто песня. Недавно я очистила свою посудомоечную машину с помощью вот такого очистителя «Финиш». По-моему, это была двухфаска. Как работает здесь классика, да, снимается пломбочка и вниз ставится вот так вот вверх дном. Далее включается в режиме, по-моему, 60 градусов. Где-то примерно чистка занимает час. Да, машинка блестит, да, почистила неплохо, но очень резкий запах. Остается такой химический, что я как-то побоялась после этого загружать посуду и решила еще раз уже в холостую запустить машинку. И вот после этого результат меня вполне устроил. Уже такой запах был тонкий и уже чистоты и свежести. Поэтому я решила, что мне вот все-таки как-то милее очищающие средства от «Сомата». Они и стоят побюджетнее, чаще встречаются по хорошим акциям. Разницы вот визуально я не увидела, да. Если не видишь разницы, зачем платить больше? Потому что вот эти очистители «Финиш», да, они всегда стоят где-то раза в два дороже. Обычное средство для мытья посуды использовала я от «Сорти» «Розмарин и эвкалипт» с антисептическим эффектом. Гель голубого цвета, легкого, достаточно густой. Я прямо здесь была удивлена. Почему-то мне казалось, что «Сорти» это прямо что-то такое жидкое, что льется как вода. Видимо, давно не использовала их продукцию, а так вполне может посоперничать в плане густоты с тем же «Аосом». Почему нет? Очень понравился аромат такой чистоты и свежести. Помимо розмарина и эвкалипта у меня было ощущение еще присутствия ментола, а может быть это за счет эвкалипта. Прекрасно распенивалась, прекрасно убирала различные загрязнения с посуды, хорошо смывалась, не оставляя пленки, не сушила руки. Единственное, к чему можно придраться, это то, что пена быстро сходила на нет. И помоешь 2-3 тарелки, хочется добавить продукта еще, поэтому уходил он достаточно бойко. А вот этой бутылочке 650 грамм мне хватило где-то на месяц. Так вообще очень понравилось. Перехожу к средствам для уборки. Давайте начнем со стеклоочистителей. Сразу парочкой «Клин». «Клин» для меня идеальный продукт данной категории. Вот если не экспериментировать, то я бы отдавала предпочтение только ему. Мне нравится упаковка, мне нравится то, что продукт подается вспененный и на какое-то время задерживается на вертикальной поверхности, а не стекает, что весьма удобно. Плюс это еще и экономно в плане расхода. Мне нравится то, что работает он без каких-либо разводов, даже с не очень качественными тряпочками. Что касается отдушки, здесь у меня яблоко, и сам раствор был зеленого цвета. Здесь лимон. Мне ближе яблоко. То, что остается, скажем так, флером после работы. Пока будут продаваться, обязательно буду приобретать. А что из новенького? А из новенького я опробовала «Гринлав». «Зеленая любовь». Кстати, продукт с пометкой «Эко». На стекол и зеркал делает Ступинский химзавод. Обещает сияющий блеск без разводов. Легко удалять пыль, грязь, жир и следы от пальцев для любых гладких поверхностей. Мне понравилась упаковка. Она прям качественная такая, в том числе и распылитель. Аромат очень тихий, что-то такое зелено-цветочное, но по большому счету его можно считать нейтральным. Продукт подается чуть вспененный. И в этом плане к «Лину» он, конечно, не соперник. И в плане экономии, когда идет расход, тоже. Но удивил. Удивил, потому что я, когда вижу надпись «Эко», я напрягаюсь. Большинство продуктов с надписью «Эко» у меня оставляли разводы, с которыми мне приходилось долго бороться. Здесь просто, замечательно. Особенно, что касается внутренних работ. Стеклянные двери, зеркала, панели бытовых приборов. Замечательно. Никаких разводов. В общем, однозначно могу этот продукт советовать к покупке. Особенно, если встретите по хорошей цене. Ванная комната. Здесь я использовала спрей от «Санфор». Чистота и блеск с ароматом «Зеленый цитрус». Подходит для чистки и ухода за акрилами и эмалированными ваннами, джакузи, душевыми кабинами, раковинами, а также унитазами, кранами и кафельной плиткой. Работает за 5 минут. Удаляет из висткового налет мыльные и жировые загрязнения. Также, кстати, идет с пометкой «Эко», то есть биоразлагаемый. Можно использовать ежедневно и еще он обладает антимикробным эффектом. Хочется похвалить бутылочку. Хороший такой плотный пластик, качественный распылитель, ничего нигде не притекает. Сам раствор зеленого цвета. Я не могу сказать, что слышала здесь зеленый цитрус, кислоты. Причем кислотность такая насыщенная. Настолько, что когда я брала его в использование, у меня начинался приступ чиха. Я никак не могла остановиться. Иногда покашливала. Были у меня в этом плане продукты и хуже. Я не скажу, что это вообще из рук плохо. Так что хотелось надеть респиратор, задержать дыхание. Нет, здесь такого не было. Достаточно терпимо, но все равно такой нюанс не отметить не могу. В плане работы удалял известковый налет с двери душевой кабины где-то на 90%. Неплохо. Неплохо действительно для ежедневной гиены. Или хотя бы 2-3 раза в неделю, если вы делаете уборку, он тоже прекрасно подойдет. Но если у вас есть известковый налет, такой уже закаменевший, мощный, то здесь он справляется плохо. Я в процессе генеральной уборки у себя одно такое местечко обнаружила и самфор, к сожалению, не справился. Пришлось привлекать другие продукты. Но в целом он неплох. Не жалею, что взяла в использование. Насчет повторять не уверена. Мне кажется, у самфор есть что-то более интересное в линейке спреев для ванной комнаты. Средство универсальное. В качестве экспериментального у меня был вот такой Хасиклин. Это чистящее средство 8 в 1. Пол, стекло, одежда, автомобиль, плита, ванная, мебель, сантехника. В общем, все, что хочешь. 500 мл. Это наш производитель. Зао Дедал, город Пермь. И приобретала я его для себя в качестве аналога красному СИФ. Моему любимому. Потому что на тот момент ходили слухи, что их продукция от нас уйдет. Но не ушла. Она продается до сих пор. Единственное, конечно, есть у меня к нему вопросы. Возникло ощущение, что продукт несколько изменили в плане состава. Но об этом позже. Об этом в пустых баночках, когда уже этот флакончик красного СИФ у меня в пустышки попадет. А я возвращаюсь к Хасиклин. Что могу отметить из позитивного? Оригинальность бутылочки. Ну и, пожалуй, нейтральный аромат. Хотя это где-то плюс, где-то минус. Если сравнивать с красным СИФ, где такой зеленый, жесткий, вяжущий и довольно порой отталкивающий запах, здесь он вообще просто душка. Но он и не работает. То есть я пробовала, например, на обивке работать с каким-то пятном. Очень слабо. Его распыляешь, оно очень быстро втягивается в ткань, начинаешь этой губкой разносить, а оно даже не вспенивается ни капли. И пятно не уходит. И плюс еще за счет того, что аромат нейтральный, если у пятна есть какой-то запах, в том числе неприятный, дезодорирующего-то эффекта нет. Запах он остается. В общем, я его так пыталась приладить. В ванной комнате пыталась приладить. На кухне. И в конечном итоге махнула и доиспользовала, когда мыла стены, мыла свои, моющиеся обои. И вот таким образом средство ушло. Еще для потолка тоже использовала. Ну, в общем, на мой взгляд, ерунда какая-то. Не приобретать, не советовать, конечно же, не хочется. А вот что я буду советовать однозначно и сама буду приобретать, пока этот продукт будет в продаже, это мистер проперс сила и скорость экстра гигиена с ароматом эвкалипта. По-моему, это моя не первая бутылочка. Единственное, за что его можно поругать, придраться, но для меня для меня это такая мелочь, наоборот, где-то даже нравится. Это запах. Просто здесь еще, помимо всего прочего, содержится хлор. И хлор в сочетании с эвкалиптом несколько жестит в плане аромата. Но во всем остальном продукт просто бесподобен. Во-первых, он поддается вспененным. И здесь такая же история, как склин. то есть это его экономит в плане расхода. Это более удобно. Затем он легко убирает и растворяет различные загрязнения. Это могут быть жировые загрязнения. Это может быть кетчуп, шоколад и так далее. И остается просто влажной тряпочкой пройтись, все это убрать. Он не распенивается, не размыливается вот прям сильно, что смываешь, смываешь, никак эту пену убрать не можешь. Нет. В общем, все замечательно. на кухне это вообще идеальный помощник, особенно, когда делаешь генеральную уборку. Пожалуйста, стол, стулья мои из эко-кожи, те же обои моющиеся, фартук, различные поверхности, в том числе и бытовых приборов. Поэтому, в общем, ушла, на ура и обязательно буду повторять еще. Так, забыла я вам показать еще одного универсала. Это уже дом Фаберли, для кухонных поверхностей. Концентрированное средство удаляет жир, грязь со столешниц, фартуков, глянцевых фасадов, холодильников, СВЧ. Можно использовать двумя способами. Разводить водой, например, один к двум, можно даже один к пяти. Но, здесь написано, что, если такое достаточно сильное загрязнение, то лучше все-таки в концентрированном виде, поэтому я даже разведение водой не рассматривала. Так вот, в концентрированном виде это банально неудобно. Тем более, когда ты работаешь с большим количеством вертикальных поверхностей. Здесь гораздо удобнее распылитель. Поэтому я какое-то время попсиховала и перелила это все в освободившуюся бутылочку. Из-за того, что продукт сам по себе густой, гелевый, то распыления нет, бьет оно, скажем так, прицельно. Ну ладно, дальше губка ты все это разносишь, оно распенивается, размыливается и вроде бы неплохо убирает вот эти пищевые загрязнения, но начинаешь смывать и тут начинается самое интересное. Потому что постоянно образуется вот этот мыльный налет. Я уже воду в ведре сменила и раз сменила и два а, но все никак не хочет смываться и вот эта пена она на поверхности остается. Поэтому нет, спасибо, мне такого продукта не надо. жироудалители, жирорастворители. Давайте начнем, пожалуй, со спел. Бережное очищение, антижир для стеклокерамики 600 мл. Я об этом производителе, это наши отечественные производители, говорила в прошлом видео о пустых баночках, у них одна болезнь, это флаконы. Причем не сами флаконы, сами флаконы очень даже интересные, напоминают профпродукты, я говорю про распылитель. Вот этот поршень, он может заедать. Когда нажимаешь, он вдавливается порой и не отскакивает назад, поэтому я старалась с ним работать вот такими мелкими нажатиями. Продукт подается чуть вспененным, запах неприятный, но он имеется, но это терпимо, работает он замечательно, он действительно замечательно, растворяет жировые отложения, жировые загрязнения, если что-то прикипело, пригорело к варочной поверхности, ту же духовку отмыть. Именно в плане работы у меня опять же к спел претензий нет, как и в прошлый раз. Только одна большая претензия, это не очень качественный флакон. Следующее средство это Майри, производство Эстония. Цитрус эффективное средство для удаления самых сильных загрязнений и жира с водостойких поверхностей, таких как плит, духовки, вытяжки, микроволновки, холодильники, рабочие поверхности и раковины. Сам раствор рыжего цвета, никакого неприятного запаха, скорее наоборот приятный аромат сладкого апельсина, правда он тихий. Продукт подается чуть вспененный, но вот в плане работы с жировыми загрязнениями это скорее ежедневная гигиена. То есть например вы что-то жарили, готовили, у вас масло отскочило, это быстренько побрызгать и убрать. Очень удобно. Если это застаревшие такие жировые желтые капли, то они где-то отскочат на фасад кухни и как бы ты их сразу не увидел, не убрал и они застыли. Здесь слабовато, но вот где удивила духовка и микроволновка прекрасно справилась. Я так на удачу распылила, думаю наверное не сможет, потому что на тот момент я духовку не мыла где-то с месяц, там были пригоревшие элементы. Нет, смотрю, потихоньку вот этот нагар стал растворяться и уходить. То же самое в микроволновке, все просто прекрасно у нас прошло, поэтому там не понравилось. А вот какое средство я однозначно не буду рекомендовать, это мастер-эффект для кухни. Эффективное средство против жара, нагара и других загрязнений с кухонных поверхностей, сила и скорость вашей уборки. Приобретала я его в фикс-прайсе. Распыление, да, он практически не вспенивается, да, а подается вот так капельно, как большинство средств для стекол и зеркал. Начинаешь что-то разносить, размыливать, и кажется, что его мало, начинаешь добавлять еще, из-за чего увеличивается расход. А он еще, помимо всего, обладает очень неприятным ароматом. начинаешь покашливать, это раздражает носоглотку, начинают слезиться глаза. Чем больше ты его добавляешь, тем становится хуже. Более того, вот те самые желтые капли, про которые я говорила, хорошее средство, оно эти капли растворяет полностью. А это средство, их только размягчает. Например, я пыталась отмыть решетку из вытяжки, там же жир сбивает, там он и поверх может ложиться жир и внутри решетки забиваться. Так вот, разнесла на решетку и вижу, что растворение не идет, желтая жидкость, она не стекает. Единственное, что я добилась, начала проходить по решетке губкой и вот этот жировой налет стал вот так пленочкой отходить. То есть, он стал более мягким. Все. Поэтому я не вижу смысла в дальнейшем такой продукт приобретать. Я пошла, взяла уникум, распылила на вот эту решетку и все, у меня тут же вот этот жир забившийся внутрь, он растворился и ушел. А с этим средством ничего не получилось. Полироль. Первая полироль, которая у меня подошла к концу, это Forest Clean для мебели, пластика, кожа, матовая. Значит, обещает нам антистатический эффект, насыщение цвета, продлевает срок службы и не оставляет разводов. Из себя представляет такое жиденькое молочко с ароматом апельсиновых конфет. Распыляем, дальше начинаем сухой тряпочкой это все разносить и чувствуется, как средство загустевает, образуя пленку на поверхности мебели. Какое-то время эта пленка остается липкой, бояться этого не стоит, где-то в течение 5-10 минут этот эффект проходит. Что могу сказать точно? Антистатик, да, пыль оседает меньше, а вот что касается насыщения цвета, тут бы я поспорила. Вот этого момента я не увидела. В общем, неплохо, но были у меня полироли и получше. И сейчас я взяла, на мой взгляд, полироль получше, поэтому, пожалуй, не рискну вам ее порекомендовать. То же самое не рискну я порекомендовать и вот этот продукт. Это Чиртен, улучшенная формулом полироль для мебели морская свежесть. Обещает очищать от загрязнений, освежать цвет дерева, полировать поверхности и придавать блеск. Из приятного это мелкодисперсное распыление. Затем прекрасно полирует именно глянцевые поверхности. Вот как полируют глянцевые поверхности Чиртен у меня пока еще не одна полироль. Так не работало даже тот же фронт. Но есть одно большое но, почему я категорически его не рекомендую, это запах. Такое ощущение, что ты полируешь дихлофосом. Это вот, я не знаю, тараканов морить, мух, кого угодно. Я порой даже маску одевала, настолько мне было невыносимо с ней работать. Как бы и выбросить жалко. И работать тяжело. В общем, эффект вроде бы неплох, но запах это такая мерзость. В общем, какая морская свежесть. Об этом даже речи нет. Закончилось у меня средство антизасор от Самфор. Причем этот продукт предназначен непосредственно для кухни. Обещает удалять остатки пищи, чайную заварку, кофейную гучу, каши, макароны, жир, масло, рыбную чешую и овощные очистки. Работает за 5 минут. Представляет из себя гель бесцветный, прозрачный, достаточно густой, с умеренным запахом хлора. Необходимо заливать, ну, как здесь написано в инструкции, 250 мл и оставлять где-то на 15 минут. Я израсходовала эту бутылку в 2 захода. Здесь 1000 грамм, потому что у меня раковина на кухне в общем, я заливала туда 250 и туда 250. Оставляла где-то на полчаса. Мне, конечно, трудно судить, что там внутри. Нужно лезть, разбирать всю систему. Но, что я увидела? У меня в одном сливе стоит измельчитель пищевых отходов, который я вижу. Вижу его диск, как он крутится. Так вот, этот диск прям весь заблестел. Я туда не лезла ни тряпкой, ни губкой, но было видно, как он стал намного чище. Те же жировые загрязнения, какой-то налет, он ушел. Вот, поэтому, я не знаю, продается это средство еще или нет, но если встречу, обязательно буду приобретать вновь и, в принципе, могу посоветовать вам. Туалетный утенок, оно же средство для мытья компакта. Здесь у меня был Дамол. Производство Росман, когда-то заказывал на Ватсонс, а когда-то еще раньше я заказывала у них тоже средство от Дамол. По-моему, шло оно с гуавой и с папайл. По-моему, так. В общем, было розового цвета и там все было прекрасно. И средство хорошо работало, растворяло загрязнение, оставляло после себя приятный аромат в санузле. Вот здесь полная противоположность. Во-первых, продукт очень жидкий, зеленого цвета, во-вторых, он не очень приятно пахнет. Вот что-то такое кислотное и при этом отталкивающее. Затем плохо растворяет загрязнение в сливе и приходилось там в том числе физическую силу где-то приложить, чтобы что-то оттереть. Вот поэтому мне совершенно не понравилось. Если вы никогда это средство не пробовали, то совершенно об этом не жалейте. Аромодиффузор у меня подошел к концу, где-то примерно месяц прослужил. Это Aroma Harmony с ароматом Таиланд. Пахнет сливочным кокосом сладким и еще цитрусовый чувствуется, в частности лимончик. Довольно ярко распространяется на площади 3-4 квадратных метра. Я не знаю сколько точно площадь моей ванной комнаты. По-моему, где-то 3-4. Где-то 2-3. Вот когда 1-3 осталось, то ли я уже привыкла к аромату, то ли он стих, я так и не поняла. Но вот сейчас вдыхаю, нет, аромат еще есть, хотя уже палочки практически сухие. Но в целом мне арома Хармони нравится, как работает, учитывая соотношение цена-качество. Так, что у меня здесь остается? Остаются расходники. Перчатки вот такие я брала в Метро Кашин Кэри. Это Паклан Практи Экстра Драйз. Внутри 100% флок. И обещают нам всегда сухие руки. Это, конечно, прекрасно. Внутри они действительно мягкие, сухие, никакие катышки не образуются, как это у меня было, например, с последними перчатками, которые я приобретала подобного плана. Но после где-то двухчасовой работы у меня появились какие-то микротрещинки, а может не микротрещинки. В общем, у меня начала через пальцы просачиваться вода. Я так и не поняла где, почему. Вроде я ни с чем острым не соприкасалась. Ну, вот такая вот у этих перчаток оказалась герметичность. Ну, и что толку, что у вас здесь стопроцентный флок. Поэтому они еще не скажут, что прям дешевые. Я их больше приобретать не хочу. Попробовала еще вот такие новые для себя перчатки от Квалита. Это нитриловые, прочные и эластичные. Правда, размер Элька я обычно беру М, но М не было. И плюс ко всему эти перчатки мне достались весьма по гуманной цене. Всего 40, где-то 45 рублей. Было это в магазине Абсолют, что рядом с нашим домом. Я, кстати, в последнее время вот сколько ходила в Фикс Прайс искала те самые перчатки, которые я обычно у них беру вот в такой примерно упаковке номером 10. Но никак. Завезли у них какие-то ультрапрочные за 200 рублей. Ну, за 200 я брать не захотела. Зато семья довольна, потому что израсходовала три пары пока мыла кухню. Еще две пары у меня осталось. Сейчас как раз полы помыть завтра. Ну, и замечательно. В общем, я довольна. Единственное, они немного странные, потому что такое ощущение, что они идут разных размеров все. Возьмешь, какие-то сидят на руке плотно, а какие-то свободно. В общем, тут непонятно. А в плане прочности, на мой взгляд, неплохо. Единственное, деформируется при контакте с хлорсодержащими продуктами. Тут они, конечно, быстро начинают рваться. Из бумажной продукции хочется пару слов сказать про папью. Это была бумага с ароматом балийского цветка. Мне нравится само качество бумаги. Здесь все замечательно, как всегда. Она мягкая, она достаточно плотная. Но вот в плане ароматизации она уступила бумаге, которая идет с клубникой. Там аромат у меня стоит вообще на весь санузел, на всю ванную комнату только рулончик положить. А здесь вот я вытащила все эти рулончики, поставила в шкаф для хранения и аромат буквально тут же испарился. Поэтому я в следующий раз скорее отдам предпочтение то, что с клубникой. Так, фамилия. Бумажные полотенца. Взяла я в этот раз тонкие, где 4 рулона. Нет, мне все-таки больше нравится упаковка вот этой XL, где бумага плотнее, она и прочнее, и в плане расхода более экономная. А эти, я пожалуй... Иногда можно, конечно, взять, но лучше там. Ну и еще пару слов про пергамент. Вот такой новый я взяла для себя. Big City Life. Я насколько понимаю, что это новая фирма, если я ничего не путаю. Я у них попробовала мешки для мусора. Помню, были у меня сомнения, они были самые дешевые. Думаю, ну, взяла какую-то ерунду. На самом деле мешки оказались очень даже неплохие. Хорошо разрывались, и ленты там не отваливались. Вот. И здесь также все замечательно. Это был не очень дорогой пергамент, но ничего не пригорает. Дополнительно смазывать маслом нет никакой необходимости. Печенье, пироги выпекать и так далее. Все это максимально удобно. Тем более мне нравится широта, ширина листа на 38 сантиметров, что абсолютно подходит моей духовке. Ну что ж, это было все, что я хотела сегодня вам рассказать. Всем огромное спасибо, кто был со мной. Всем пока и до новых видео.